Байсикл Архангел И разрешил сделать на нее обзор Ну что же, давайте не будем тянуть время Сразу перейдем и посмотрим, что это за колода Ну что ж, друзья Давайте посмотрим на одну из самых популярных колод Это колода Байсикл Архангел Почему я говорю, что она одна из самых популярных? Ну потому что, если, например, начать вбивать в интернете В Ютубе или в Яндексе Обзор колоды Карт Байсикл То рядом со стандартами вылазят еще именно Архангел Никакие не Скул, не Аутлоу, не еще там что-то А вот именно Архангел Это и в англоязычном запросе так И в русскоязычном запросе так О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что эта колода очень популярная Ну что же, эту очень популярную колоду Мы с вами теперь и рассмотрим Итак, первым делом хочу сказать Что к созданию этой колоды Приложил руку известный дизайнер Том Лейн То есть здесь вот, собственно, на торцевой стороне И написано Quality Plane Cards Designed by Tom Lain То есть разработано Томом Лейном То есть Quality Plane Cards То есть это карты высшего качества С Томом Лейном работала студия Теория 11 То есть это студия, которая уже полюбилась нам По таким картам, как Монархи, Медальоны, Артизаны Какие там у них еще есть Аристократы Сайентлесс и так далее То есть все вот эти классные карты Включая вот эти вот Архангелы В разработке их участвовала студия Теория 11 Именно вот эти карты разрабатывались полгода То есть полгода они трудились Изучали мифологию Изучали мифологию именно противостояния добра и зла То есть ангелы против демонов То есть именно вот эта тематика и заложена в этих картах Как обычно, конечно, дизайн Теория 11 прорабатывал до мелочей То есть все рисуночки прорисованы от и до Ну, собственно, это как бы уже визитная карточка От студии Теория 11 мы все это уже знаем Ну что же, давайте посмотрим поближе эту коробочку Коробочка выполнена очень качественно Здесь есть такие вот продавливающиеся места То есть если поводить пальцем, есть такие вот выпуклости, шероховатости Все это ощущается Итак, первым делом Преобладающие цвета это белые Рисунки выполнены черными Есть небольшие такие еще золотистые тени Оттенки, да? Ну и такие вот золотистые рисуночки Здесь мы видим надпись Bicycle Архангелы То есть кто не знает, что такое Архангелы Посмотрите в интернете Здесь вот прорисованы масти у нас так Червовая, крестовая, пиковая, бубновая И нарисованы изображения пикового туза То есть вот именно это изображение присутствует у нас на пиковом тузе Здесь мы можем просмотреть такие шлемы То есть с одной стороны шлем добра Здесь такой шлем с перышком А один здесь такой шлем с рогом То есть это зло у нас По центру здесь такая рука, держащая меч На фоне солнца И такие вот красивые рисунки Ну что же Давайте посмотрим, что у нас сбоку нарисовано Сбоку у нас написано Quality Playing Cards Как я уже говорил, это игральные карты высшего качества Разработаны Томом Лейном Здесь у нас сверху такая вот красивая крышечка с надписью Архангелы Здесь все то же самое разработано Томом Лейном Ну и здесь штрих-код с адресами Вот такая вот обалденная рубашка у нас будет на самих картах Но это мы посмотрим чуть попозже На крышечке у нас уже надоевшая нам надпись То, что все логотипы, рисунки и так далее И так далее принадлежат компании United States Playing Card Company Открываем нашу коробочку Достаем наши карты С коробкой внутри белая Никто там не сидит Итак, вот они наши картишки То есть, должен сказать, в руках карты сидят очень превосходно То есть, вот прям даже подержать их Вот эти вот красивые рисунки Вообще одно удовольствие Ну окей Давайте посмотрим, как обычно, на Джокеров и на Пикового Туза Итак, два Джокера Джокеры у нас изображены вот таким вот образом То есть, есть гарантийный, как обычно, да И есть обычный Что хотела студия Теории 11 показать вот этими Джокерами, двулицами А то, что у каждой миндали как бы две стороны, да То есть, есть добрая сторона То есть, если мы прикроем вот так вот То мы будем видеть добрую сторону А есть злая сторона То есть, мы прикроем вот так вот То это злая сторона И они вечно противостоят друг другу Это, как, знаете, вечный вопрос дихотомий добра и зла Кто же победитель? Никто никогда не победит Это противостояние будет длиться вечно Вот такие вот Джокеры У нас в колоде Байсикл Архангела Далее Пиковый Туз Посмотрите, как шикарно это все нарисовано Это просто офигенно Такого Туза Я не знаю Можно вместе с носовым платком носить, наверное, в карманчике В нагрудном Но только, конечно, его изолировать от всяких там попаданий Изображение здесь то же самое, что и на коробке То есть, такое вот очертание, напоминающее пиковую масть Опять же, вот эти шлемы мы видим, да С левой стороны шлем, у которого перья такие на голове То есть, это добро И здесь шлем, у которого рога такие на голове Это зло Также вот этот меч Рука с мечом На фоне солнца И здесь вот внутри тоже такие красивые-красивые узоры Блин, ну, нарисовано, конечно, офигенно Видно, что работали профессионалы Давайте сразу посмотрим на рубашку Если мы хорошо присмотримся к рубашке То мы увидим противостояние добра и зла Как это именно выражается Вот, обратите внимание на нижнюю часть Видите, здесь вот такой вот воин В шлеме с перьями И с крыльями Архангела С одной стороны И с другой стороны Такой же воин Но с такими уже, видите, шипами на спине На колене В шлеме с рогами И с такими дьявольскими крыльями С другой стороны И вот они друг друга упираются ладонями То есть, это вот вам прямое противостояние добра и зла Здесь далее мы видим кружочек такой И здесь с одной стороны солнце А с другой стороны луна То есть, день против ночи Добро против зла Здесь вот такой по центру нарисован круг С такими вот украшениями Здесь вот трезубцы всякие торчат Мечи воткнутые С такими вот листьями клевера Да, что хочу еще сказать по поводу вот именно рубашки Если присмотреться к рубашке Здесь по центру есть такой овал На этом овале есть такая белая точка То есть, эта белая точка находится только с одной стороны То есть, к примеру, вы можете легко найти карты Вашего зрителя, да К примеру Если все вот эти овалы Точки с одной стороны, допустим, с верхней, да То, к примеру, если вы отвернетесь И зритель вам перевернет одну карту То вы без труда определите, что это за карта Как раз вот по этой вот точке Вот по этой вот точечке Вот она, маленькая, беленькая Такие вот у нас рубашки Очень красивые Да, как обычно, конечно же, здесь есть рекламные карты То есть, это карта, где сказано, что байсикл карты есть В фейсбуке, твиттере, ютубе И визитная карточка студии Теория 11 Здесь вот так и написано Теория 11 И указан их логотипчик такой Что касается самих карт Сами карты Изображения все классические То есть, двойки, тройки, шестерки, десятки Расцветка точно такая же, как в этих Как, в принципе, на всех картах от Теории 11 То есть, старшие карты Цвета маленько поменены То есть, к примеру, если я возьму Стандартные рисунки На ногах, на вторых Сейчас я вот найду пикового вальта То есть, вот классическое изображение На ногах и на байсиклах Архангелых То есть, обратите внимание Цвета изменены Желтый цвет, изменен на золотистый Красный на темно-красный Синий на темно-синий То есть, вот такие вот Ну, собственно, на картах Теории 11 Это как бы всегда присутствует То есть, вот это дело Все мы видим Расцветки карт здесь красные То есть, нет затемнений Как, например, на Монархах То есть, они там более багровые такие Вот здесь нет Здесь все такое же красное, как на стандартных картах При стандартных цветах Вот такие вот у нас червовые масти И такой же червовый туз Безо всяких изменений То есть, изображения все классика Веерятся карты офигенно Ну, правильно, они же новые То есть, веера получаются вообще очень красивые Потому что за счет вот этой вот красочной яркой рубашки Такой вот Прорисованной до мелочей То есть Ну, в общем, ребят, просто шедевр Просто шедевр эти карты Советую вам их купить себе Для тех, кому эти карты понравились И кто хочет их купить Ссылки вы найдете в описании к этому видео То есть, карты и тасуются И веерятся просто превосходно Кстати, должен заметить Эти карты еще в меру скользкие То есть, они очень сильно не скользят Например, как стандарты Которых открываешь Положил И они там уехали сразу в сторону Нет, эти такие какие-то в меру скользкие Ну что ж, друзья На связи с вами был Куликов Сергей Он же Моряк И это был обзор колоды Байсикл Архангела Если вас заинтересовала эта колода Ссылки в описании вы найдете На покупку в проверенных магазинах То есть, там, где вас не обманут Ну что же На связи с вами был Моряк И до встречи в следующих видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok